Добрый день, я Дмитрий Сухов. Сегодня я хочу рассказать вам несколько новостей и дать небольшую аналитику о российском рынке акций, о нефти, о курсе рубля к доллару, а также дать несколько рекомендаций для инвесторов, что покупать с перспективой на ближайшие полгода. Перед этим хочу напомнить вам о курсе инвестиций на миллион в компании Xelius Group, который проводят ведущие эксперты Дмитрий Черемушкин, Андрей Иванин и я, Дмитрий Сухов. На этом курсе мы расскажем вам, как грамотно создать инвестиционный портфель, как найти лучшие инвестиционные идеи роста, как избежать дорогостоящих ошибок, свойственных начинающим инвесторам. Курс позволит вам уверенно ориентироваться на фон Добренки. Подробности о курсе смотрите внизу под этим видео. Итак, экономические новости. Во-первых, отмечу, что в России состоялись выборы президента и фактически осталось неизменным российское правительство, экономический блок. Это говорит о стабильности экономической политики. Нравится она нам или не нравится, но такая ситуация традиционно идет в пользу фондового рынка. Инвесторы любят стабильность. Вторая новость, которую я хотел бы отметить, это нарастание военного конфликта на Ближнем Востоке, где не успев закончить операцию против ИГИЛ в Сирии, мы видим разрастание израильско-палестинского конфликта и Ирано-Израильского конфликта. Теперь давайте поговорим о последствиях этих событий. Рост котировок нефти традиционно является фактором укрепления российского рубля. В этот раз мы наблюдаем противоположную картину. При росте нефтяных котировок рубль эволюируется. Можно дискутировать на эту тему, я выскажу свое мнение. Видится, что низкий девальвированный курс рубля выгоден в целом российской экономике, в частности компаниям экспортеров, в первую очередь нефтегазового сегмента, во-первых, и второе выгоден российскому бюджету. И поэтому мы можем наблюдать аномальную ситуацию, которая будет искусственно поддерживаться нашим правительством, когда при росте доходов бюджета, вместо укрепления рубля, мы будем наблюдать девальвацию рубля, либо сохранение курса рубля на текущих уровнях в районе 62-65 рублей за рубль. Тот, кто внимательно читает экономические новости, отметил, что правительство рассматривает вопрос либерализации, либо полной отмены валютного контроля, в части обязательства продажи валютной выручки экспортерам. А теперь давайте посмотрим на причину следственной связи. Получая сверхприбыли в валюте, ранее российские экспортеры были обязаны продавать валюту в России, что влекло к укреплению курса рубля. Сейчас, если это обязательство у нас будет отменено, то мы можем увидеть, с одной стороны, рост доходов нефтяных компаний, да и сырьевых компаний, экспортеров, таких как металлургические компании, компания сегмента минеральных удобрений, при достаточно низком курсе рубля относительно долларов. Следующая тема, которую я хотел бы затронуть, это инфляция. По итогам 2017 года, мы все неожиданно увидели низкую инфляцию на уровне 2-2,5%, что идет вразрез с целями и задачами Центрального банка, с целями и задачами правительства. Мы видим аномальную ситуацию, когда доходность государственных облигаций находится на уровне 6,5-7%, а инфляция на уровне 2,5%. Значит, общаясь со своими коллегами в различных организациях, да, в том числе близких к правительственным, я могу сказать о том, что, вероятно, с перспективой на 2018 год со стороны правительства и со стороны Центрального банка будут приняты ряд мер по разгону инфляции до уровня 4-5%. Исходя из вышеизложенного, рекомендую обратить внимание, в первую очередь, на облигации с индексированным номиналом, так называемый ФЗИН, в России торгуются два выпуска, это 5201 и 5202, которые в условиях роста инфляции могут дать лучшую доходность. А также я бы рекомендовал обратить внимание на ценные бумаги компании нефтяного сектора, а также на ценные бумаги компании металлургического сектора, в первую очередь компании черной металлургии и, наверное, воздержаться от компании цветной металлургии, исключительно из-за санкций в отношении гусала и лиц с ним связанных. Кроме того, интересны выглядят идеи компаний сектора минеральных удобрений, которые тоже будут являться одними из бенефициаров текущей истории. При этом я рекомендую проявить осторожность относительно момента покупки российских акций из-за того, что на сегодняшний момент основной индекс московской биржи находится на своих исторических уровнях и это создает высокие риски коррекции. Оптимальным уровнем покупки будет покупка на уровне индекса 2100-2150 пунктов. Помимо того, что я дал вам сейчас ряд рекомендаций, я призываю вас быть грамотным инвестором. Для этого необходимо знание и на курсе инвестиций на миллион, который мои коллеги и я вам представят в июле, мы покажем вам конкретные примеры, как отобрать недооцененные акции, как избежать грубых инвестиционных ошибок, какие есть нюансы по налогообложению и какие существуют налоговые льготы, как захеджировать, то есть снизить риски снижения стоимости своих активов на падении рынка, как в целом увидеть возможности, которые дает фондовый венок. Ждем вас на курсе инвестиций на миллион!